Вы все еще ездите на колесах? Тогда приготовьтесь, потому что будущее возможно уже стучится к нам. Японские инженеры из Кавасаки только что показали то, что может перевернуть наше представление о транспорте с ног на голову. Корлео – не просто концепт. Это четвероногий робот-внедорожник, который выглядит так, будто его вытащили из фантастического блокбастера. Но вот вопрос – это революция или просто красивая фантазия? Может ли механический конь заменить привычные нам средства передвижения? Сейчас разберемся. Будет жарко. Погнали. История разработки Представьте себе мотоцикл, который выглядит так, будто его вырвали прямо из кадров фильма «Трон». Футуристичный, с невероятными линиями, словно созданный для гонок в цифровом мире. Именно таким был Кавасаки J-Concept, представленный еще в 2013-м на токийском автосалоне. Четыре колеса, электропривод, агрессивный дизайн – тогда это казалось чистой фантастикой. Но, как часто бывает, самые смелые идеи со временем находят воплощение в реальности. Кавасаки всегда была компанией, которая не боится экспериментировать. Взять хотя бы их наклонные трициклы с продвинутыми системами подвески. Один из последних патентов описывает мотоцикл с двухмаятниковой передней подвеской, напоминающей ту самую J-Concept, но уже в более доработанном виде. Это не просто инженерная прихоть. Такие решения могут сделать управление более стабильным и безопасным, особенно на высоких скоростях. Конечно, Кавасаки не единственные, кто исследует альтернативы классическим мотоциклам. Yamaha, Niken и Piaggio MP3 уже доказали, что трициклы с наклоном могут быть не просто диковинкой, а полноценным транспортом. Но все они по-прежнему остаются привязаны к старой доброй концепции колес. А что, если выйти за эти рамки? Представьте транспорт, который передвигается не на колесах, а на ногах. Да, звучит как научная фантастика, но именно такой подход предлагает Корлео. Это уже не просто эволюция мотоцикла, это настоящая революция. Так куда же движется индустрия? Будут ли мотоциклы будущего похожи на J-Concept или нас ждет что-то еще более неожиданное? Одно можно сказать точно. Кавасаки и другие производители не собираются останавливаться, а значит нас ждут еще более безумные и увлекательные проекты. Немного о том, как же такой техноконь работает. Устройство технологического зверя. С первого взгляда Корлео кажется чем-то средним между боевым роботом из Терминатора и гигантским механическим львом. Его название скорее всего образовано от слов Кор, корпус, сердцевина и Лео, лев. И это не случайно. Агрессивный, мощный и с хищной грацией, этот аппарат словно создан для того, чтобы доминировать не на дорогах, а в дикой природе, среди гор, камней и бездорожья. Но Корлео это не просто эффектная игрушка для фанатов киберпанка. За его футуристичным дизайном скрывается революционная инженерная мысль. Кавасаки заявляет, что этот робомотоцикл – транспорт 2050 года, способный преодолевать такие препятствия, перед которыми пасуют даже самые продвинутые внедорожники. Как это работает? В отличие от классических мотоциклов, Корлео не имеет колес. Вместо них – четыре подвижные ноги, каждая из которых оснащена собственным электромотором. Источник энергии – водородный двигатель объемом 150 кубов, который работает как генератор, питая все системы. Экологично? Абсолютно. Выхлоп только водяной пар. Мощно? Да, ведь каждая нога может двигаться независимо, обеспечивая невероятную проходимость. Комфортно? Специальная система амортизации делает езду плавной, даже если вы карабкаетесь по скалам. Особого внимания заслуживают ступни Корлео. Они сделаны из сверхпрочного композитного материала, который обеспечивает идеальное сцепление с любым покрытием, будь то камни, грязь или песок. Не страшен даже лед. Это как гибрид лошади, мотоцикла и робота. Представьте, что вы едете по бездорожью, но при этом почти не чувствуете тряски, будто сидите в люксовом внедорожнике. Корлео – это не просто концепт для галочки. Это транспорт для исследователей, спасателей, военных и, конечно, для тех, кто хочет кататься там, где никто больше не проедет. Как же ездить на такой роболошади? Смотрите далее в видео. Управление робоконем. Управление этим чудом инженерной мысли напоминает нечто среднее между верховой ездой на мощном скакуне и пилотированием боевого меха из фантастических фильмов. Ваше тело становится главным контроллером. Стоит лишь немного сместить вес вперед, и стальной зверь послушно ускоряется, отклонились назад, мгновенно снижает скорость. Это не магия, а сеть высокочувствительных датчиков, которые считывают малейшие изменения вашей позы с точностью достойной нейроинтерфейсов из киберпанк-вселенных. Но разработчики пошли еще дальше, оснастив Корлео регулируемыми шпорами. Да, точно как у настоящей лошади. Эта, казалось бы, простая деталь полностью меняет ощущения от езды. Теперь вы можете идеально подстроить посадку под свой рост, снизить нагрузку на ноги при долгих переходах и получить беспрецедентный контроль на сложном рельефе. А традиционный руль здесь выполняет роль прецизионного контроллера, дополняя интуитивное управление телом. Представьте себе гибрид дрифта на мотоцикле и управление гоночным дроном. Перед вами разворачивается не просто приборная панель, а целый ситуационный центр будущего. Трехмерная карта местности, динамическая индикация центра тяжести, точные показатели расхода водорода и даже интеллектуальные подсказки по оптимальному маршруту – все это создает эффект полного погружения. А когда наступает темнота, Corleo превращается в настоящего поводыря, проецируя на путь перед вами световые маркеры, которые подсвечивают безопасную траекторию, будто игра в дополненную реальность, перенесенная в настоящий мир. Система адаптируется под любого водителя – от новичка, делающего первые шаги, до опытного райдера и дает беспрецедентное понимание дорожной ситуации, исключая классическое «я не видел эту яму». Такой подход кардинально меняет саму философию взаимодействия человека и машины. Вы больше не просто нажимаете педали и крутите руль, вы становитесь единым целым с механическим созданием, чувствуя каждую его мышцу и сухожилие. Возникает вопрос, готово ли человечество к такому уровню симбиоза с технологиями, или мы все еще слишком привязаны к старым проверенным способам управления. Возможно, именно Corleo станет тем самым мостом между привычным настоящим и фантастическим будущим персонального транспорта. А сейчас узнаем, как связана человеческая психология и конь-робот. Impulse to move – момент, когда инженерное искусство встречается с человеческой психологией. Именно это произошло, когда Кавасаки представила свой футуристический концепт Корлео под философским девизом «Impulse to move» – «импульс к движению». За этим поэтичным названием скрывается глубокая идея. Оказывается, стремление к перемещению в пространстве заложено в нас на генетическом уровне. Ученые давно заметили, человек испытывает особое, почти детское удовольствие от самого процесса движения. Это не просто практическая необходимость, а фундаментальная потребность, которая веками толкала нас изобретать все новые способы преодоления расстояния – от первых колесниц до сверхзвуковых самолетов. И вот теперь Кавасаки предлагает нам сделать следующий эволюционный шаг с Корлео – транспортным средством, которое размывает границы между привычными категориями. Как метко выразился Такаши Тори, исполнительный директор Кавасаки Heavy Industries, только компания с колоссальным опытом в тяжелой промышленности могла создать такой гибрид мотоциклетных и робототехнических технологий. Это высказывание раскрывает суть проекта. Перед нами не просто концепт, а демонстрация технологической мощи огромного промышленного конгломерата, способного соединить, казалось бы, несовместимые инженерные дисциплины. Этот проект заставляет задуматься, а что, если привычные нам автомобили, мотоциклы и даже квадрокоптеры – всего лишь промежуточные этапы в эволюции транспорта? Возможно, через несколько десятилетий мы будем передвигаться на антропоморфных машинах, которые объединят в себе лучшие черты живых существ и технологических достижений. Корлео – это первый шаг в этом направлении. Своеобразный мост между нашими текущими представлениями и тем фантастическим транспортом, который пока существует только в книгах и фильмах. Может быть, в этом и заключается истинный импульс к движению? Не просто желание переместиться из точки А в точку Б, а стремление делать это все более совершенными, удивительными и даже вдохновляющими способами? Корлео – это не просто транспорт будущего, это материализованная мечта о том, как может выглядеть гармония между человеком, машиной и самой идеей движения. Без трудностей не обошлось. С чем же пришлось столкнуться разработчикам? Технологические препятствия. Когда мы восхищаемся футуристичным дизайном Корлео и его революционной концепцией, легко забыть, что между эффектным концептом и реальным серийным производством лежит настоящая пропасть технологических сложностей. Давайте посмотрим правде в глаза. Перед этим механическим чудом стоит столько препятствий, что даже самые оптимистично настроенные инженеры Кавасаки пока не спешат обещать нам его появление в автосалонах в ближайшее десятилетие. Сердце Корлео, его водородная силовая установка – это одновременно и прорыв, и головная боль для разработчиков. Да, 105-десятикубовый двигатель звучит впечатляюще, но хватит ли этого скромного объема для обеспечения достаточной мощности? Вопросы сыплются, как из рога изобилия. Каков будет реальный запас хода? Как поведет себя система в условиях экстремальных температур? И главное, где водитель будущего будет заправлять своего механического скакуна, если водородные заправки сегодня встречаются реже, чем станции зарядки для электромобилей 10 лет назад? Но настоящий технологический ад начинается, когда мы обращаем внимание на систему передвижения. Четыре механические ноги – это не просто красивая концепция, а инженерный кошмар. Представьте себе сложность создания алгоритмов, которые должны в реальном времени обрабатывать тысячи параметров. Положение каждого сустава, угол наклона, силу сцепления с поверхностью, вес водителя и его перемещение. Один неверный расчет, и ваш футуристичный байк может превратиться в неуправляемую металлическую лошадь, брыкающуюся на дороге. А что произойдет, если во время движения по горному склону внезапно обвалится грунт под одной из ног? Сможет ли искусственный интеллект мгновенно перераспределить вес и сохранить равновесие? Ответы на эти вопросы пока остаются в области теоретических предположений. Долговечность конструкции – еще один камень преткновения. Каждый сустав, каждый привод, каждый механизм в этих ногах будет испытывать нагрузки, сравнимые разве что с деталями боевого робота. Грязь, песок, вода, удары о камне – обычные условия эксплуатации для заявленного внедорожника. Но как обеспечить герметичность подвижных соединений? Как защитить электронику от вибраций? И самое главное, кто и как будет ремонтировать этого механического зверя в полевых условиях? Ведь если в традиционном мотоцикле можно заменить поврежденную деталь, то здесь выход из строя одного сустава может парализовать всю систему. И это мы еще не говорим о таких мелочах, как сертификация, безопасность, стоимость производства и миллионе других факторов, которые отделяют эффектный выставочный образец от реального транспортного средства. Кавасаки, конечно, не зря подчеркивает, что Корлео – это в первую очередь демонстратор технологий. Потому что путь от этой демонстрации до серийного производства может оказаться длиннее, чем путь от первого паровоза до современного электромобиля. Но как знать, может быть именно такие смелые проекты и двигают прогресс, заставляя инженеров по всему миру искать решения для задач, которые еще вчера казались фантастикой. С денежным вопросом все тоже не так просто. Экономические проблемы. Давайте представим на минуту, что Корлео действительно выходит на рынок. Первое, что шокирует потенциального покупателя – это цена. Мы говорим не просто о дорогом транспорте, а о настоящем технологическом шедевре, где каждая нога содержит больше высокотехнологичных компонентов, чем современный спорткар. Стоимость производства такого чуда техники будет сопоставима с ценой небольшого самолета, что автоматически делает его доступным только для узкого круга энтузиастов или государственных структур. Военные и спасательные службы могут проявить интерес, но о том, чтобы увидеть эти механические скакуны в каждом дворе, можно забыть на десятилетия вперед. Но даже если у вас есть несколько сотен тысяч долларов на такой аппарат, вас ждет настоящее бюрократическое приключение. Представьте себе лицо сотрудника ГИБДД, когда вы попытаетесь зарегистрировать это чудо техники. Это мотоцикл, квадроцикл, робот или вообще новая категория транспортных средств. Законодатели просто не готовы к таким технологиям. Нет ни правил регистрации, ни стандартов страхования, ни даже четкого понимания, по каким дорогам этому транспорту можно передвигаться. Прежде чем Корлео сможет выехать на дороги общего пользования, правительствам придется фактически создать новую главу в правилах дорожного движения, что обычно занимает годы. А теперь самое интересное. Даже получив этот технологический шедевр и все необходимые документы, вам придется заново учиться ездить. Да, Кавасаки обещает интуитивное управление, но давайте будем реалистами. Управление четвероногим роботом с помощью смещения веса тела требует совершенно новых навыков. Это не как пересесть с механики на автомат. Это как научиться ездить верхом после велосипеда. Потребуются специальные курсы, сертификация, возможно даже отдельные права. И вообразите себе ситуацию на дороге, когда водитель, привыкший к традиционному транспорту, вдруг оказывается за рулем этого робоконя. Потенциальная опасность возрастает в разы. Все эти факторы создают идеальный шторм препятствий на пути к коммерциализации. Корлео рискует повторить судьбу многих революционных концептов, остаться красивой, но непрактичной демонстрацией технологических возможностей. Хотя если вспомнить историю, именно такие смелые проекты часто прокладывали путь технологиям, которые позже становились массовыми. Может быть и четвероногим транспортным средствам просто нужно свое время? И напоследок взглянем на перспективы. Что дальше? Скорее всего, судьба Корлео повторит путь многих революционных разработок. Его технологии рассеются по более традиционным транспортным средствам, как семена будущего. Представьте, как алгоритмы балансировки этого механического скакуна могут сделать обычные электросамокаты в разы устойчивее. Или как продвинутая система амортизации найдет свое место в новых поколениях внедорожников, превратив езду по бездорожью в плавное скольжение. Даже тот самый инновационный интерфейс управления телом может однажды появиться в массовых моделях, сделав вождение интуитивным как никогда. Но есть сферы, где Корлео или его прямые потомки действительно могут найти практическое применение. Вообразите спасательные операции в горах после землетрясения, где традиционная техника бессильна. Здесь механический горный козел с ногами вместо колес мог бы стать настоящим спасителем. Или зоны техногенных катастроф с непредсказуемым рельефом, где нужно доставить оборудование в эпицентр. Военные тоже наверняка присматриваются к этой разработке. Представьте мобильную платформу, способную карабкаться по разрушенным зданиям или болотам, недоступным для обычной техники. Так что, возможно, мы и не увидим Корлео в привычном понимании, но его дух определенно будет жить в технологиях завтрашнего дня. Как когда-то космические программы дали нам Тефлон и спутниковую связь, так этот смелый эксперимент Кавасаки может стать катализатором для целого ряда инноваций. И кто знает, может быть, через пару десятилетий, глядя на новый внедорожник с революционной подвеской, мы с удивлением вспомним, что первые шаги этой технологии были сделаны в том самом футуристичном проекте с четырьмя механическими ногами. В мире технологий будущее часто приходит окольными путями, и Корлео, похоже, предназначено стать именно таким, невидимым, но влиятельным прародителем транспортных технологий новой эры. Если вы досмотрели, вы герой. Напишите в комментариях, проехались бы вы на таком железном коне, и не забудьте поделиться этим видео с другом, который до сих пор пользуется обычным автомобилем.